В конце мая по традиции во всех школах звенит последний звонок. День, который безусловно запомнится на всю жизнь. Такая важная и символичная дата. Настоящее прощание с детством. В каждой школе в этот праздник свой сценарий. Но есть и вековые традиции. Например, поздравления первоклашек. Мы лишь недавно пришли в нашу школу, где вы учились 11 лет. Примите от нас, дорогие ребята. От нас, первоклашек, привет! Гимн страны, торжественный вынос флага России еще раз подчеркивают, насколько значимый в жизни ребят этот праздник. Конечно, впереди еще экзамены, но об этом выпускники, кажется, сегодня не вспоминают. Для них этот день и без того очень волнительный. Ребята давно готовились к этой дате, репетировали после уроков, оттачивали все возможные детали, чтобы в этот день станцевать свой последний школьный вальс. Настал момент и зазвенел последний школьный звонок. Заветный колокольчик по традиции в руках у первоклашки и одного из отличников. Такое почетное право предоставляется за успехи в учебе. Выдающимся ученикам благодарственные письма вручил глава администрации города. Андрей Джадоев поздравил выпускников и пожелал удачи на ЕГЭ. Я желаю вам успешной сдачи государственных экзаменов. Впереди у вас крайне непростой период. Я желаю, чтобы вы верили в себя, чтобы вы имели возможность реализовать те знания, тот опыт, который вам беззаветно отдавали ваши педагоги. Единые госэкзамены – главная тема и проблема для всех школьников. Поэтому даже в праздник все мысли в основном о ЕГЭ. Даже у девятого класса. Им до выпускного еще два года, но подготовка к экзаменам идет полным ходом. И пожелания старшим товарищам соответствующие. Смелостью. Прямо удачи на экзаменах самое главное. Чтобы они нашли свой жизненный путь, исследовали. Чтобы попутный ветер всегда помогал. Сами выпускники, конечно, волнуются. Последний звонок, прощание со школой, экзамены, взрослая жизнь. Эмоции переполняют. Но в будущем уверены. С такими-то педагогами. Вследствие твое будущее. Хорошая школа. Вследствие твое будущее. Хорошие участия знания дали. Здесь все будет хорошо. Успешная карьера. Семья. Старость. Внуки. В принципе, все. Впрочем, уже сегодня ребятам предстоит сесть за учебники. Ведь впереди серьезные испытания, единый госэкзамен и поступление в ВУЗ. И пусть пока это еще не самостоятельный путь, а только планы на него. Однако в этот день уже проведена грань между детством и взрослой жизнью. Мария Жирова, Иван Бацинов и Владимир Кириллов. АТВ Ставрополь.